Операцию по задержанию распространителя наркотиков, так называемого закладчика, провели куснайские полицейские. Подзреваемого задержали в одном из домов областного центра. Судя по кадрам оперативной съемки полиции, закладчик собирался устроить тайник в подъезде дома. Пособники наркоторговцев часто используют в качестве места закладки почтовые ящики. Задержан 18-летний ранее судимый уроженец города Житогоры. В ходе следственных действий изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Задержанный в течение недели сбывал наркотические вещества через приложение «Телеграмм». Оплату получал на банковскую карту. Сбывая таким образом, наркотики он был уверен, что избежит ответственности. Начато судебное расследование. Проводятся дальнейшие следственные действия. Ранее в январе также при закладке наркотиков полицейские задержали студента Кустанейского колледжа. При обыске квартиры, которую снимали девушки, была обнаружена партия запрещенного вещества, почти в две сотни раз превышающая особо крупный размер. 192 грамма синтетического наркотика «Мефедрон». Попадали с полицейским и другие помощники наркоторговцев. С начала года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержано 9 закладчиков наркотиков, изъято свыше 1 килограмма синтетических наркотиков. Как ранее сообщал на отчетной встрече с населением начальник департамента полиции региона Ерлана Марбеков, в 2022 году выявлено почти 400 сайтов и ссылок, содержащих предоносный контент, рекламу о новых видах психоактивных веществ и наркотиков. Все они заблокированы. Тревожным сигналом глава областной полиции назвал участившийся в случае задержания студентов и подростков, вовлеченных в преступные схемы в качестве закладчиков. И отметил, что за подобные преступления предусмотрено наказание в виде решения свободы от 10 до 15 лет. И по словам главного полицейского региона, практика показывает, что распространители рано или поздно сами становятся активными потребителями наркотиков. Поэтому особую актуальность приобретает предупредительная разъяснительная работа среди молодежи.